Риск Сначала давайте договоримся о том, что такое риск. Риск – возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Соответственно, что мы делаем с нашими рисками? Стараемся ими управлять или они управляют нами? Управление рисками – это процесс принятия и выполнения решений, которые должны уменьшить вероятность неблагоприятного результата и минимизировать ваши возможные потери. Главные риски такие, которые актуальны для вас здесь и сейчас. Здесь все абсолютно индивидуально. Это зависит от сферы деятельности, потенциальной выгоды нападающего, от того, где вы живете, на каком языке говорите. А можно с примерами? Пример первый. Вы ставите чашку кофе рядом со своим ноутбуком в кафе и мимо проходящий посетитель случайно толкает ее и заливает ваш ноутбук. Чтобы риск осуществился, вам нужно просто работать в кафе за своим ноутбуком и пить кофе. А чтобы минимизировать риск, просто этого не делать. Пример второй. Сравним одну и ту же деятельность в России и, например, в Норвегии. Скажем, вы работаете журналистом-расследователем, который выявляет факты коррупции в своей стране. Если в России данная сфера деятельности является по умолчанию небезопасной, вплоть до отравления ядом из серии «Новичок», то в Норвегии вы просто делаете свою работу. Пример третий. Вы живете в Украине в 2017 году. И риск внезапной зашифровки ваших данных намного выше, чем если бы вы жили в другой стране. Вирус-шифровальщик Петя в 2017 году нанес ощутимый вред Украине и украинским пользователям, шифруя их данные без возможности восстановления. Итак, с чего начать работу с рисками? Во-первых, оценить ваши цифровые ценности и активы, которые у вас есть. Во-вторых, сделать шаги, которые вам позволят защитить их. Если у вас дорогой и любимый смартфон, но за последние шесть месяцев вы потеряли или разбили шесть смартфонов, одной из стратегий может быть покупка более дешевого смартфона. Или страховка смартфона от потери и поломки кражи. Если вы хотите заниматься расследованиями, то самое чувствительное для вас – это коммуникация с вашими источниками информации. Тогда важно охранять содержимое переписки и факт ее наличия. Поэтому вы используете безопасные мессенджеры, удаляете переписку и используете мессенджеры без привязки к номеру телефона. Короче, выбираете, что самое чувствительное для вас и предпринимаете шаги для минимизации рисков. При определении ценности и угрозы рассматривайте ее через два фильтра. Что будет, если информация устройства будет безвозвратно утеряна? И что будет, если информация станет общедоступной? Продолжение следует...